Так вот, я всех очень сильно рад видеть после нашего перерыва. Нам понравилось отдыхать, но без вас было другое, честно. Вот, мы соскучились. Это первое. Второе, но нас уже решена, это то, что мы сегодня с вами обсуждаем. Так вот, давайте сначала контекст глобальный. Мы эту тему уже обсуждали не один раз, как бы глобальная схема жизни. Я думаю, что здесь многие уже должны помнить, потому что я люблю проиграть эти мосты. Потому что схема очень важная. Вот это помню. Ну, я пока что введение все равно. Три этапа в этой схеме жизни. Какие кто помнит? Кроме Хана? Извините. Вот, Таня тоже помнит. Абсолютно все в этой жизни, мы уже говорили это много раз. Это видно в той очень хорошо во всей нашей жизни, что абсолютно все в нашей жизни построено так. У тебя сначала есть вдохновение, потом у тебя идет спад и... То есть, ты начинаешь любым новым делом какую-нибудь заниматься, да? Или даже тренироваться с чему-то новым. Новый стартап, новая работа, новое знакомство. Ты сначала, був! Вот это перспективы, да? Потом, это обычно схема выглядит... Сейчас я стану чуть-чуть. Но что это называется, да? Роша-шана в первом моменте все. Так называется наша сегодняшняя тема. Сейчас я покажу схему саму. Вот так, как мы выглядим, да? Сначала быстрый подъем. Потом сразу идет, ну, такой же быстрый... Сначала влюбленность, потом что? О боже, кто это рядом со мной в кровати? Потом... И потом идет труд. И вот здесь вот начинается... И вот здесь как бы мы доходим до той точки, в которую мы схватили вот на этом... Надеюсь ты описывал сейчас наши отношения. Не конечно. На этом моменте, значит, вдох на... То есть вот здесь вот достигаем той же точки вдохновения, которая была... Была там и изначально. Сейчас я обратно отрицаю. Это глобальная схема жизни. Теперь Роша-шана, как вы понимаете, это какая точка во всей этой схеме. Если это начало года, то это... Начало. То это начало, да. То это вот самый первый взрыв, да? Где... Бах! Такой вау, класс, да? Вот это вот... Это самая первая точка, где только начинается вот этот взлет. Самые большие перспективы, самый большой потенциал. Это вот эта точка Роша-шана. С которой все начинается. То есть это самый ответственный момент, в общем-то. Как... Как вот начнешь, так и выправедешь, да? Известно. Хорошо. Теперь, что мы с вами... Это как бы глобально... Где мы с вами находимся на календаре, да? Весь календарь он тоже построен по этой схеме. Сейчас мы с вами посмотрим одно видео. Три причины, почему ювейский Новый Год называется Головой Года. Ну, то есть, Роша-шана — это голова, да? А тебе видно, кстати, нет? Роша-шана — это голова года, да? Почему это называется... Ну, типа, не Новый Год, а голова года. Ну, поехали. Это две минуты до видео. Сейчас я вот это только уберу еще. Для красоты. Эээ... Так. Субтитры. Да, я субтитры. То есть, это странно звучит, да? Голова года. Но это название на иврите, оно специально. Голова — это как бы дом для мозга, в котором первая... В общем, это первая часть, которая формируется вообще у человека. Когда ему 17 дней, он там микроскопических размеров, в эмбрионе уже появляется целое нервное такое место, да? Вот это вот скопление нейронов, из которых формируется мозг в самом начале. Это источник жизни и контролирующий центр вообще всего нашего тела. И когда мозг полностью уже развился, то вот эта вот часть мозга, она контролирует вообще все движение, которое происходит в теле. Автоматическое дыхание и так далее. И вот эти клетки, в них отражена каждая часть вообще человеческого тела. Меньше чем один кубический вот этот там сантиметр, да, мозга, он включает в себя все и контролирует все. И контролирует абсолютно каждое движение. Поэтому Рошашана называется головой года. Первое, потому что мозг — это источник жизни для всего тела. А Рошашана — это источник жизни для всего года. Мозг контролирует все, что происходит внутри тела. И Рошашана контролирует все, что происходит внутри, ну, внутри года. Как мы запрограммируем. И каждая часть тела представляет, представлена в мозге. И также каждая часть года представлена в Рошашана. Все, что мы тогда вложим. Это означает, что вся энергия жизни, которая проходит, ну, то есть все, что произойдет в году, она происходит в Рошашана. Второе — это что каждый год, как он пройдет, определяется в Рошашана. И каждый момент в наступающем году он представлен в Рошашана. Когда Рошашана мы проводим его, правильно его соблюдаем, мы как бы создаем... Как это правильно сказать? We secure the coming year a healthy... То есть мы создаем такой функциональный здоровый контролирующий центр, да? И сильный, мощный такой источник нашей жизни в течение будущего года. Так, как мы с вами посмотрели это видео, то есть Рошашана — это голова, как голова... То есть чистая аналогия, как голова в мозг, в теле человека, так же Рошашана в теле, в теле года, да? Прямая аналогия, что мозг управляет тем, даже греческие философы, ну, они во всем искали как бы суть, они сказали, что если есть разум, мы уже можем назвать это человеком, но все остальные части тела — это они не определяющие, чтобы эта штука называлась человеком. То есть мозг определяет все, и вот Рошашана — это мозг всего года, и все, что с нами произойдет, как запрограммировано, так и будет. Супер! Это мы с вами посмотрели, то есть Рошашана — это вот эта самая начальная, самая первая точка, да? Вот этот взрыв эмоций, когда заводится вся вот эта тема, и то есть что сюда вложишь, какие решения будут приняты, так и пройдет этот год, да? Что вложим, то получим. Это подобно тоже зачатию генов, да? Что в генах интересного? Что чем ближе мы к началу процесса, то есть к генам самим, да, когда там первая вот эта там етиклетка, там просто чистые хромосомы, что тем больше потенциал скрытых там сил, да? И чем сильнее, чем раньше повлиять вот на… ну, например, Веленский Гаун говорит, что в букве «B» — «B» — «B» решит», в самый первый «B» заложена вся остальная тора, и из одной этой буквы можно выучить практически все. То есть, получается, самое первое включает в себя все, что будет потом. И это очень иллюстрирует, да, что одно маленькое повреждение в генах на самых начальных этапах, то есть если ген повредить совсем немножко, то каким результатом это приведет потом в последствии? Сильно изменилось. То есть, там, если взрослому, да, уже сформировавшемуся человеку, там, ему дать как бы просто его, я не знаю, уколоть, ну, может, чуть-чуть что-то там, кровь потечет, да? Но если ген куда-то уколоть, то либо никто вообще не родится, либо будет какой-нибудь ужас, да? Так вот, поскольку Рожа Шанави — это такой ответственный день, от которого зависит все, я только вот не хочу, да? И, ну, Рава Ледова уже что-то рассказывал, да, очень интересно. Ну, с Исфаком там общались, да, он интересно говорил, что он был в одной общине на Рожа Шана, и там, ну, тут странная такая история немножко получилась. Сейчас за, ну, за лето два или три очень, ну, молодых человек просто вообще. Ну, то есть, там, одному парню было 30, 32-33, и девушка, жена, ребенок, ну, то есть, она была жена, да, у нее был ребенок, и тоже, так, пневмония перешла в Менингит, бум. Вот это было неделю назад, да. И начинаешь так задумываться, да, интересно, что как-то, ну, на кладбище, значит, хоронили какого-то еврея, и... а он просто тоже чем-то заболел какой-то пневмонией, да? Давайте закроем две. Значит, он заболел какой-то, в какой-то пневмонии умер, и... Ну, и какой-то человек там на кладбище говорит, вот он сейчас заболел, и это то, что с ним произошло. Он говорит, нет, ты не смотришь в это, в корень вещей. Он заболел не сейчас, он заболел в Рошашина, и поэтому сейчас он заболел умер. То есть, все, что происходит, заложено в этих генах в самом начале, и все, что потом получается, это зависит от того, что мы заложим вот в этот, в этот первый самый ответственный, самый ответственный момент. То есть, сейчас у нас это какой? 9-11 сентября, да? Это с воскресенья вечер по что? Вторник вечер, да? И от уровня, так сказать, синхронизации с Богом, да, зависит то, как протечет, собственно, все в дальнейшем. То есть, в этот, в эти дни будет заложено вообще все, да, вот за два дня, все 355 дней, они будут зависеть от, ну, по лумному, смещающемуся, по нашему, это 355, да? Все 355 будут зависеть от этих двух. И это очень важно понимать, и очень важно, где мы будем, что мы будем делать, чем мы будем вообще заниматься в этот момент. Вот, да, вступление тоже пропустили, я тебя заболел. Вот, это ответ, момент, поскольку очень ответственный, то нельзя его проспать, нельзя заниматься какой-то чушью в эти дни, нужно подойти... То есть, это, в общем-то, один из самых ответственных дней и в еврейской истории, и в еврейской жизни, да? То есть, весь вопрос, что ты посеешь в этот момент, ведь что посеешь, то и пожрешь. Так, что посеешь, и вопрос в том, что мы посеем, то мы весь год, так сказать, и будем жрать, да? Все зависит от нас, да? Что посеешь, то и... да? То тебе и предстоит. И кроме того, что ты посеешь, не будет ничего, да? Все зависит поэтому от человека, и очень сильно зависит вот в эти вот два дня. Иногда я говорю себе, хватит жрать, Дима, и продолжай жрать, потому что я не Дима. Очень понравился. И тоже, поскольку Рошашана – это день создания человека, то это тоже день, как бы, создания каждого человека. Поскольку мы часть первого человека, то вот в эти дни это, как бы, энергетический поток вот этого нового творения, обновления. И то, какую личность мы себе сделаем, и что мы будем себе представлять, какие качества мы хотим в себя заложить, и какие, как бы, прогнозы мы на себя построим, что запрограммировано, то, кем я хочу быть, кем я должен стать, какими качествами обладать, чего достичь. Все закладывается тоже, насчет внутреннего мира, тоже закладывается в эти, в Рошашана. Да, есть еще такие, кто в эти два дня вообще не, ну, не вообще не спят, но, например, ну, полностью, то есть те, кто спят днем, они вообще полностью исключают дневной сон. Ну, потому что, представляете, да, проспать в момент зачатия. Ну, такое себе. Ну, наверное, ничего не получится, да, поэтому есть те, кто просто, вот эти, прям, такой, да, два дня такие должны быть очень, очень таких интенсивных по забиванию того, что ты хочешь, кто ты, зачем ты, вот это все, да, все самые важные темы программируются тут. То есть, как бы, какой, что ты посеешь, да, что вот этот контент, который в семечках твоей будет, то есть, я хочу вырасти в этот, в ба-баб, хочу вырасти, я не знаю, в чайное дерево, да, то есть, какую-то семечку туда, вот в этот, этот инкубатор, да, Рошашонский засунешь, ты, как бы, вот эта штука будет расти весь, весь остальной год. Это сила Рошашана. Да, и этот день творения и первого человека, и всего мира, то есть, это день принятия всех решений. А к дню принятия всех решений нужно подходить ответственно, поэтому мы сейчас немножко с вами займемся тем, что мы, собственно, от себя хотим. В личном порядке, сейчас посмотрим. Значит, и просто так, для примера, да, интересно, ну, вот, примеры тех людей, которые, значит, каждый год принимали очень серьезные решения, да, и примеры людей, которые занимались непонятной темы. Как думаете, сколько, сколько людей было на похоронах у Маркса? Его семья или там несколько человек? Одиннадцать человек там было, да, представляете, человек сменил всю экономическую систему мира, да, у него было одиннадцать человек. Это кто? Это главный родитель из Рава. Бывший Исифатский. Рава Вадия Сепп, у него было сколько народу на похоронах? Какого страны? Больше миллиона. Вот, это примеры людей, которые принимали в Рошашина очень серьезные решения на свое будущее. Потому что наше решение, нашу жизнь определяет. Это, я думаю, мы сейчас... А? Так важно, это, когда мы сейчас победили, который... Ну, Макс, а кто сейчас... Ну, Макс, а кто сейчас... Не-не-не, это не важно, это просто что-то отражает, как бы, ну, то есть, может что-то отражать, скажем. Так, это огромное количество людей было на похоронах. Ну, понятно, да, влияние, что такое. Ну, в принципе, тоже принимал довольно важные решения. Ну, да, да. Смогальные. Не, может быть негативно, позитивно тоже, да? Это понятно, это как-то сам решает. Что такое Рошашина? Ну, Рэ, Рошэ, да, это Рошашана, Бривиатура. Так, пока что листочки оставьте попой, да, чистый лист. Да? Начинаем такое. Тренинг с чистого листа за пятьнадцать, за двадцать минут. Да, значит, у меня... Ну, я всегда так делаю. У меня Рошашана, наверное, с самого первого... Убери этот телефон с сигурой. Наверное, с самого первого же Рошашана моего я записывал... Ну, то есть, поскольку дело ответственное, да? Ты, как бы, должен быть в курсе, что ты будешь там просить, да? Надо ничего не забыть, да? Когда у тебя, как бы, ты идешь на аудиенцию к царю, да? К президенту или к важным людям, тебе, как бы, нужно быть очень четким и структурированным. Да, время ограничено. Поэтому, то есть, я писал всякие... Ну, как бы, свои какие-то желания, перспективы, и, как бы, то, что я хочу, то, что я хочу исправить, то, что я хочу добиться и так далее, да? Вот эти вот главные, как бы, векторы в моей жизни, которые я хотел, чтобы у меня... в которых, чтобы я развился, да? Я всегда вот такой маленький листочек, брошу шана где-нибудь в заднем кармане, да? И туда прописывал, там, в отношении хочу с тем, с тем, я хочу стать лучше в этом. В отношении с Богом хочу стать лучше в этом, в этом, в этом. Там что-то с финансами, что-то со здоровьем и так далее. То есть, это очень важная тема, вот этот... прописать все эти вещи. Мы сейчас с вами пропишем, как бы, у нас будет две статьи, да? Что за две статьи? Первая статья это... Ну, поскольку начинается, как бы, следующий год, да, и сейчас голова этого следующего года, то мы, как бы, на стыке двух лет, правильно? У человека есть прошлое, настоящее и будущее. Значит, первый список у нас будет про прошлое. Почему он будет про прошлое? Потому что человек не может... Да, это первый списочек будет благодарный за прошлое. Если кто плохо видит, сядьте поближе и сверните телефон. Значит, во-первых, благодарность за прошлое. Потому что невозможно быть вообще счастливым человеком. И, как это, что называется, фулфилмент, да? Находиться просто в состоянии, что просто, блин, что-то происходит. Жизнь какая-то нормальная штука, что что-то получается. Если ты не умеешь иногда просто остановиться и сказать, вот это со мной произошло. То есть, если ты по жизни кечешь, что-то происходит, и ты не отдаешь себе в этом отчет, то будет грустно. Теперь, чтобы жизнь была такая приятная, наполненная, ты понимал, где ты находишься, нужно иногда делать себе вот этот отчет какой-то, что со мной произошло это, вот это было интересно, это было прикольно. Нужно иногда эти вещи вспоминать. На иврите это... Ну, а второе, зачем это нужно, что... То есть, нужно быть честным с собой, да? Потому что, если ты нечестный с собой, ты не знаешь, где ты находишься, то ты не сможешь развиваться. Потому что, если у тебя есть карта, и ты не знаешь, где ты на ней, то карта бесполезна. Это мусор. Поэтому нужно понять, что произошло и где ты находишься, что произошло с тобой за последнее время. Вообще благодарность на эликсе называется «Каратото». Сейчас я влезу или нет. И выглядит это вот так. Смотрите. Схема элементарная. С тобой что-то произошло. Дальше у тебя есть только два варианта. Вариант первый – это замечать. Второй – это я заметил это. Второй – это я не заметил. Правильно? Происходит событие. Я могу это заметить, могу не заметить. Если я не заметил, конечно. Но если я это заметил, у меня тоже два варианта есть. Я могу поблагодарить за это и тоже отметить, что это произошло. А могу воспринимать это как должное. И могу все воспринимать как должное. Значит, вот этот человек, который в принципе не заметил, что что-то произошло. Я не знаю, если его вообще можно назвать живым. Человек, который замечает, что с ним что-то происходит, но потом как бы воспринимает как должное. Он проживет суждение в разочаровании. И вот этот вот есть один простой путь – как бы жить и кайфовать, и быть доволен по жизни. Что ты замечаешь, что происходит, и ты как бы благодарен, ну ты просто замечаешь, что происходит. Если кто попал в аварию, ой, круто. Смотри, смотри, я, знаешь, если вот, например, сейчас Жора недавно читала эту книгу, Хэлла, Элла, да, у него вся жизнь, вся его пруха в жизни началась с того, что его все переломало в аварии, и его жизнь после этого просто взорвалась и стала просто необыкновенной. Смотри, это все, что ты, это все зависит от интерпретации того, как ты решишь, что ты решишь делать в своих автейсах. Завершает все решение, так сказать, человека. Поэтому первый список такой, смотрите. Благодарный за прошлое. То есть нам нужно понять, что произошло, да, потому что если мы не можем собрать кучу свою жизнь, ну она какая-то фиговая. Значит, вопросы примерно такие, например, то есть это общая команда вопросов, да. Что обрадовало меня в этом году, что было клево, вот просто надо вспомнить и записать хотя бы, ну не знаю, одну вещь. Так, я сейчас эти вопросы пишу, сейчас все прочитаю, и мы там минут, допустим, 7, да, вы отвечаете на эти вопросы. Это для себя, да? Да, что для себя, для себя. Здесь, знаете, очень интересно, ну если тренинги в Америке где-нибудь, да, то там у людей тема просто совсем с кем-нибудь пообщаться, поделиться, они просто не могут себя держать. А тут во всех русскоговорящих странах, тут надо, вот тут все для себя готовы наделиться, уже все такое личное, и это, да, все для себя. Значит, что прекрасного со мной произошло, да, что радовало меня в этом году, что обрадовало, что прекрасного вообще со мной произошло, куда я ездил, где я был, что там было интересного, с кем я познакомился. Три самых впечатляющих момента, это очень хорошая статья, да, то есть, ну, какие впечатлили, три самых впечатляющих момента, которые произошли за последний год, да, то есть сейчас сентябрь, сентября, да, мы так считаем. Это как бы первый список вопросов, глобально это вопрос один, да, что прекрасного со мной произошло. А, с шесто... То есть, первое, это благодарность за прошлое, это у нас... Что обрадовало, что прекрасно... То есть, мы раскрываем тему... Да, то есть, раскрываешь, да, с кем познакомился, что интересного было и так далее, это как бы первый отрезок здесь, а второй отрезочек, это... Он может быть более глубокий и более важный. Как я улучшил себя и в чем я стал сильнее, то есть, точка А, точка Б, где я был, где я стал, что происходит со мной. Как я укрепил свои отношения с другими. Это у меня... Ну, я сейчас тоже буду писать, это прикольно, конечно, сейчас я, может, расскажу. Значит, как... В чем я укрепил свои отношения с Богом и какую пользу я принес вообще миру, если я вообще в этом что-то сделал, или я как бы вообще бесполезное создание в мире. Так, и... и все. И вот это, давайте, что обрадовало, что прекрасно произошло, куда я ездил, с кем познакомился, три самые впечатляющие вещи. Первая, как бы, часть. Вторая часть, как я себя улучшил, в чем стал сильнее. То есть, если ты не можешь понять, в чем ты стал сильнее, в чем стал лучше, ну, оно... ну, понятно, зачем ты жил, да? В чем я укрепил свои отношения с другими, в чем отношения с Богом, какую пользу принес миру вообще, ну, то есть... Ну, про мир можно оставить, да, давайте вот эти... Про мир, может быть, Бог. Давай, сейчас мы... сколько? Семь минут. Семь-восемь минут у нас есть, важно, эти списки. То есть, это мы, условно, делаем два списочка, да? Нет, это первое, потом будет второе, про будущее. Можете разделить лист пополам, вот так. Один про прошлое, другой про будущее. А можно список, ну, да? Ну, да. Теперь второй. Сейчас давай будем второй список, когда ты фоткаешь, да? Да. Да, второй список будет и фоткаешь, да? Да. Пользу принес миру, да? Пользу. Все, давайте сейчас, как бы, ставим на паузу, да, и это вы допишите сами. Но это, как бы, вот этот список, да, и первый, особенно сейчас, который будет второй, он должен быть очень обкатанный, как бы, отработанный, грубо говоря, это, знаете, это, как поиск такой, на ходу там стоит проводник, и пока этот поиск приезжает, то надо успеть туда, так сказать, да, это, про, это, прокинуть, да, свою тему. А для этого она должна быть, как бы, конкретная, обкатанная, четкая, то есть, ты только, как бы, должен быть готов, как уже должно быть сформулировано это, как-то. Плюс-минус, да? О чем ты Бога искренне будешь просить в этот день, особенно это касается, что? Особенно это касается понедельник утра, когда шифа будет. Хорошо. Теперь второй список, да, это, это установки в будущее, да, то есть, это решение, поскольку начинается Новый год, как бы, прошлым мы закрываем тем, что, что произошло, как я вырос, да, А второе, это установки в будущее, то есть, что я, что я собираюсь, с кем я собираюсь быть через год, да, Это, как бы, самое главное. Поскольку рожа шина — это день решения, день создания, день обновления, то, как бы, что мы сюда вбишем, вбубухаем, да, и вот это вложим в свое намерение, в эти, как бы, Как это? в эти намерения, то, что мы в них вложим, то так оно и пойдет на весь этот ход. Что в семечку заложишь какие гены, то и вырастет у тебя в течение года. То есть невозможно изменить будущее, не взяв на себя какие-то жесткие обязательства. Очень жесткие, конкретные и понятные. Иначе ничего не происходит. То есть есть только два типа людей, которых меняют обстоятельства, или которые их решения меняют, их жизнь, и соответственно меняют обстоятельства. Как бы кем быть, решать каждому из нас, но это значит, что наши решения меняют мир и будущее. То есть куда повернешь, там окажешься. Супер, то есть и это, прошедшая на главный день, который надо это заложить, и куда и принятешь, куда повернешься. Первое. Кем я могу стать? То есть это как бы глобальный вопрос, от которого будут зависеть дальнейшие, да, тоже. Кем я могу стать и каков потенциал в принципе, да? Ну, ты как бы не можешь ответить конкретно, если ты не знаешь, ну что ты вообще, что ты нашел. Космонтан. Космонтан, ну да, ну то есть... А как я могу ответить, чего Бог ждет? Хорошо, смотри, ты не... А? А? А как я могу ответить, чего Бог ждет? Подсознательно мы это знаем, я в этом уверенном. Да, это есть другое, этой опера. Значит, кем я могу стать, какой мой потенциал, ну смотри, как, чего Бог ждет от меня, это как бы Тора четко не знает. Зачем я в мире вообще, да, какая моя задача, что я хочу, я не знаю, лечить людей, спасать, да, как бы глобально, что я хочу здесь делать, какая миссия, короче, глобальная, да? Этот вопрос можно ответить попозже, главное нужно понять, что на него как-то надо ответить, и он влияет на нашу жизнь очень сильно. То есть, в принципе, чего Бог ждет от меня, это можно, это внутренний человек чувствует. Какие действия я должен сделать, чтобы реализовать вообще что-то? Ну, то есть, какие действия я должен сделать в этом году? Что мне сделать, чтобы этот год был офиген просто, да? Потому что это зависит от меня, какие качества я должен приобрести? То есть, у любого человека есть какие-то недостатки, в сторону каких качеств мне нужно работать, чтобы стать лучше. Так, какие навыки я должен приобрести? Я сейчас просто вспомнил, как я укрепил свои отношения с другими. С Йохой у нас давно все очень хорошо. Слава Богу, он был очень довольный и счастлив. А в этом году, например, в этот список я вписал. Я не самый хороший сын. Такой себе, честно говоря. Я с собой всегда был недоволен. Отношения были сложные в семье. Не то, что сложные, они были хорошие, но как в любой нормальной семье. Но в этом году у меня такое достижение. Я подарил маме айфон и папе мотор. И бабушке еще сережки. Сережки? Сережки, да. И это была и то, и то. Не то, что еще как-то обстоятельства. Это была моя инициатива. Я почувствовал, что уже пошел обратная дача. Это реально тема. Наверное, у вас достижение было лучше в этой семье. Какие навыки я должен... Какой вообще мой потенциал? Какой мой потолок? Где моя душа? Что я могу? Вот это моя бесконечная душа. На что она способна? Чего Бог ждет от меня? Какие действия я должен сделать, чтобы это реализовать? Какие качества приобрести? Какие навыки приобрести? Что я сделаю для своей духовности? Что я сделаю для своей духовности? Что я сделаю... Ну? Знаете, в НЛП есть такая техника, типа, представь, что ты за стеклом... Что ты сидишь на диване, а за стеклом, звуконепроницаемым, что-то происходит. Вот Ригина постоянно как будто за звуконепроницаемым стеклом. Так она считает. Это нейролингвистически программируется. Что я сделаю для духовности, семьи, здоровья и финансов. Здоровье и финансы – это самые, по-творе, самые мощные средства и ресурсы. Семья и духовность – это духовность внутренняя, отношение с собой, отношение с Богом. И семья – это отношение с другими, это как бы цели. Это как бы средства, ресурсы, это то, к чему стремимся обычно. Семья, отношения и какие-то духовные темы. Что я должен сделать, чтобы этот год был сногсшибательным и божественным? И да, что это за... Это очень важный вопрос. Это один из самых важных вопросов тоже утром, да? То есть ты просыпаешься, как бы можно просто проснулся и понеслась, как обычно. Можно задать себе вопрос, что я должен сделать, чтобы этот день был самым просто обалденным днем в моей жизни? Может быть он не станет самым обалденным, но если ты себе пропишешь, то есть если я сделаю вот это, это, это и это, и поступлю так, и сделаю хотя бы вот это и вот это, то в конце вечера ты такой, блин, прикольно было. Это то, что на год еще важнее сделать, чем... Кем я хочу быть в конце всей этой истории? Это один из самых важных вопросов. И тоже, что от этого вопроса зависит, какой список через год ровно будет у вас вот здесь. И будете ли вы кайфовать от этого списка или нет, да? То есть что я должен сделать, чтобы этот год был обалденным? И от этого зависит, что вы пропишете потом вот здесь, да? Что я достиг, кем я стал и так далее. И то есть от этого зависит, в общем-то. Ваше все мироощущение, состояние, все, что человек хочет в этой жизни. Потом, как я улучшу свои отношения с другими? Как я улучшу свои отношения с Богом и что я для этого сделаю? Какую пользу я принесу миру? И последнее, очень важное, наказание в случае не выполняю. Ну, на которые можешь? Я как бы расширенный... Да на всех просто четверташих будет списывать. А? Если я, значит, не что... Если я не брошу курить, то... То... Да я скажу тебе, бросай курить Диму. Я буду продавать, потому что я не буду. Две тысячи гривен в сдаку, да? Или... Это за все. Две тысячи гривен в сдаку. Или... Или... Должна буду, я не знаю, купаться в море тараканов. Я не знаю. Что-то такое, чтобы очень не хотелось, значит, съехать со своего пути. Потому что человек... Потому что человек убегает от страданий. Да? Известная тема. Все. Если как бы... Давайте, пропишите немножко какие-то ответы. И что? И... Ну, хотя бы запишите глобальные основные вопросы. Можно сфотографировать проще, да? Конечно. Я... Я напишу немножко. Давайте пять минут, сейчас я попишу. То есть, пять минут? Ну что ж, ну, уже семи года. Нет, нет, нет. Смотрите. Это... Рошаш, она начинается... Я сейчас даю инструкцию. Рошаш, она закан... Начинается в воскресенье вечером. В воскресенье вечером вам надо быть с готовым списком, чтобы он у вас был в кармане. Готовым к утренней молитве, где вы... Господи! Вот оно. Как я решил. В воскресенье утром или понедельник? В понедельник утром. В воскресенье вечером у нас тут рапеза и тусовка. Уже экшн! 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 Из прошлого, которую мы себе создаем. Она идет сейчас. Все планы на будущее, которые мы делаем, они тоже происходят сейчас, да? И вся вот эта тшуа и все вот это, то, что мы закладываем. Да? В настоящее и в прошлое, в настоящее и будущее. Да? В настоящее в этом, понятно, самое главное. То, что у тебя есть сейчас, да? И то, как ты себя чувствуешь, то, как ты себя программируешь, да? Это в общем-то самое главное. И тшу, да? Вот это возвращение к Богу и поставить... Прошивку Тора в голову. Это тоже можно сделать только сейчас. И самый главный момент, то есть... К чему я, так сказать... что я сам делаю, что вам советую это вот этот списочек, его нужно, так сказать, обкатать, дописать конкретизировать и в Роша Шана просто с максимальной самоотдачей, да, просто туда запустить, да, вот так это должно происходить в идеале, да, но я так стараюсь, у меня в Роша Шана и в инфигур у меня получается очень-очень хорошо улетать, да, главное, то есть к этому подготовиться создать внутреннее состояние и влиться вот в это то есть в Роша Шана, если заложить классно, то год будет просто бомба и это задание для продвинутых можете, под этими двумя списками, можете записать, да, это у меня есть друг один из Ройль, да, из Ешивы, у него, то есть он там год назад начал там свои каналы, канал у него в Телеграме называется Хакни, можете туда подписаться то есть год назад это был канал с одним человеком сейчас у него канала уже, по-моему, 5-7 ну, в сумме там уже больше 35 тысяч человек уже, да, уже, мне кажется, больше 35 тысяч то есть там уже ветка канала, да да, ну, если он такой Жорас не знаком, да, Даня знаком, там, Влад у нас знаком а он там написал такую вещь, да, это очень еврейская тема, это по-еврейски звучит СОФ МАСЭБЕ МАКШАВАТХИЛА конец действия в мысли был в самом начале то есть то, что ты замыслил в самом начале это то, что произойдет в самом конце он сформулировал это там так вообще прикольно в канале чем с более далекого конца вы можете начать, тем лучше будет ваше начало вообще не помню вот это да, это на первый взгляд вообще не понятно в чем идея? ты идешь в школу, но зачем? чтобы потом пойти в институт? или чтобы потом что? или чтобы потом работать? чтобы получать удовольствие от того, что я могу взаимодействовать с социумом, которому мне необходимо это делать в том должном уровне, чтобы получать... по-простому, зачем идут в школу? чтобы что? общаться с людьми, как получается... я не знаю, что заставляю в школу попросту давайте без этого, если бы мы жили в нормальном месте, так сказать может другой пример мне кажется это понятный пример чтобы потом поступить в вуз, понятно, что нет что это для того, чтобы наработать какие-то навыки чтобы себе обеспечить какое-то будущее так вот, чем более далекую точку вот эту ты берешь относительно которой ты ориентируешься тем более точные твои действия будут сегодня, да? если ты хочешь просто я не знаю, ты сейчас думаешь как бы жениться, да? то как бы у тебя просто ты ищешь ищешь просто, я не знаю, что-то, что движется в юбке, да? если ты хочешь смотришь на самую крайнюю точку я хочу, чтобы мы жили счастливо, умерли в один день, да? то тогда у тебя вот эта схема, она намного больше и ты намного больше просчитываешь ты думаешь, как строить отношения, как это как твои действия, они намного более точные самая последняя вот эта точка, да? чем более с далекого конца вы можете начать тем лучше ваше начало самый далекий конец это что? это в общем-то состояние человека на момент смерти по иудаизму это так, что кульминация, самый важный момент в человеческой жизни это то, кем ты стал в самом конце своей жизни и твое состояние, оно конвертируется в будущий мир, да? если ты умеешь исходить как бы из более далеких перспектив то твои планы сегодня они более правильные поэтому то, что мы сейчас с вами написали на этот год это задание, так сказать, для тех, кто для неравнодушных, а для тех, кого интересует собственная жизнь, да? теперь вот этот списочек можно немножко подкорректировать исходя не только из когда мы с вами встретимся в то же время, в том же месте через год, да? а будем писать те же списки с Божьей помощью вот надо туда это записать, что господи, хочу, чтобы через год значит... а сориентироваться тоже на перспективу десять лет и, собственно, кем я хочу в итоге быть и тогда ваши действия в этом году они тоже, скорее всего, подкорректируются все, всем удачи я надеюсь всех вас увидеть в воскресенье вечером и в понедельник утром очень важно послушать шафары все сделать супер-пошер всем желаю прекрасного, сладкого, счастливого года и давайте заложим в эти два дня прям самое мощное, что мы только можем а те кто не смогут... кто не смогут прийти будет днем отfulшать шапаны...